МИРТА ВЕЛЕС МИРТА ЖЕНСКОГО НИЖНЕГО БЕЛЬЯ И сегодня вот именно Мирта нам будет рассказывать свою вкусную историю и предложит пару интересных рецептов. Итак, для начала расскажи, пожалуйста, что же мы будем сегодня готовить. Сегодня мы будем готовить очень вкусную закуску. Это будет тёплый салат с печенью птицы. И такая итальянская история – это будут спагетти с карамелизованными черри. Так, Мирта, давай договоримся с тобой. Я не знаю, что делать, да? Ты мне просто говоришь, чем тебе помогать, чтобы я без дела не стояла. И заодно рассказываешь нашим зрителям, как и что нужно делать, чтобы всё получилось вкусно. Окей. Для начала мы будем делать закуску, правильно? Да. Что нам для этого понадобится? Для этого нам понадобится свежая, красивая печёнка. Это может быть индюшка, это может быть курица. Это свежие листья салата. Нам понадобится луковичка белая, красный лук сладкий, салатный. Перчик, кедровые орешки. Можно взять брусничное, можно взять клюквенное варенье. Взять столовое вино красное и нужен бальзамический соус. Ну, и ещё стакан молока нам тоже пригодится. Так, давай начинаем готовить. Руководи, что нужно делать. Для начала мы зальём печёнку молоком и отправим её на час стоять, напитываться молоком, чтобы она была мягкая, такая сочная. А дальше нам понадобится почистить лук и порезать его. Это будет уже заправка к салату. Это будет основное в салате. Мирта, ну, пока мы с тобой чистим, режем лук, у нас в программе есть одно правило. Все гости должны рассказать нам свою вкусную историю. Я не знаю, с чем у тебя это будет связано. С каким-то необычным гастрономическим опытом. Может быть, и вообще не связано с едой. Ну, вот что тебе приходит на ум, когда ты слышишь это словосочетание «Вкусная история». Когда я слышу такое словосочетание, я вспоминаю, как мы ели живых сменог. Живых? Ну, мой друг, я не буду называть имя, потому что это достаточно известная личность. Он рассказал, он говорит, поскольку ты любишь японскую кухню, китайскую кухню, корейскую кухню, в общем, ты любишь покушать, тебя удивить можно, но сложно. Говорит, я тебя сейчас удивлю. И мы едем в ресторан, и там очень красивое название, которое трудно выговорить. Я заинтригованно сижу и думаю, ну, что же это будет, что же это будет. И нам приносят такой красивый глиняный горшочек. Все традиционно. Понятно же, что это японская кухня. Но я понимаю, что там кто-то есть. Там не что-то, там кто-то вполне себе кто-то. А когда они открывают, он просто перед этим слышал, с каким восхищением я рассказывала про морских гадов. В том, что они у нас в коллекции участвуют, аппликации, вышивки, рисунки на белье, там, рыбки, осьминоги, креветки, и все вот это вот морское. И там оказываются осьминожки живые. И к ним просто разные соусы. Осьминожки маленькие, но от этого менее страшно. И ты их прям живыми ела? Да, я попробовала. Это было вкусно? Это было необычно, потому что меня больше, чем живые осьминожки, поразили соусы к ним. Своей остротой и своим необычным запахом. Потому что запахи были настолько резкие, они... Они даже перебивали восторг от того, что ты ешь что-то живое. Я, конечно, понимаю, что сейчас правозащитники всяких рыбок, птичек и прочего расстроятся, но это вкусно. Красивые колечки будут, наверное, главным украшением этого салата. Вот насчет красивых я бы не была так уверена. А я могу резать как угодно, потому что то, что я сейчас режу, будет карамелизоваться на сковородке. То есть ты это сделал намеренно, да? Да, я потому что доверяю твоим рукам и твоей тонкой душевной организации. Хочу сказать, что тонкая душевная организация никак не сказывается на тонкости колечек. Ну, я думаю, что нас простят наши зрители за это. Тем более, что не им это есть. Тебе нужна глубокая емкость, в которую мы сейчас закинем красный лучок. Вот этот. Нам нужны 4 столовые ложки вина. Это вот вино от моего любимого знакомого винателя. То есть домашнее. Домашнее, да. Исключительно такое. Очень ароматное, вкусное. И пока всё вот это вот богатство отставляем. Вот этот лучок мы берём на сковородочку и пассируем. Вот этот вот белый лук. Ну, а перед этим мы берём кедровые орешки и сначала их просушиваем на сковородке. И там понадобится совсем немного, то есть грамм 50, просто для красоты и запаха. И потом, когда они чуть-чуть просушатся на сковородочке, на сухой, мы заливаем прям капельку-капельку масла. Итак, пока у нас всё вымачивается, пока у нас лук напитывается вином, мы сделаем сладкую заправку. Сладкая заправка готовится очень просто. Мы берём бальзамический соус. Не путать с бальзамическим уксусом. Сейчас поймём, почему. Потому что он достаточно густой, очень сильный, у него терпкий запах. Это очень вкусно. К мясу, к рыбе, к печёному, к запечённому всему. Ты будешь готовить, а я тебе буду направлять. Тебе нужна одна чайная ложка вот его. Столовую ложку варенья, такую большую. Большую, прям не жалей. Да, это у нас брусничное варенье, может быть, и клюквенное варенье. Это нужно перемешать? Да. И сюда нам ещё нужно залить. Давай я тебя освобожу от этого гнёта, этой столовой ложки. Что нужно налить сюда ещё? Да, нам тоже налить. Четыре столовых ложки вина. Пока у нас настаивается наш соус, мы пассируем лучок белый. Нам для этого нужна наша скоротка, средняя температура и немножко оливкового масла. Ты знаешь, глядя на твои полукольца, я понимаю, почему фиолетовый лук кольцами резала я. Не в обиду тебе, ничего страшного. Я спокойно отношусь к конструктивной критике. Вот это называется карамелизовать лук. То есть он станет таким прозрачным, как карамелька, и очень нежным. Примерно полчаса прошло, пока у нас был в красном вине красный лук. Мы сливаем его в вино. И в это время у нас уже готова пассировка. Мы выключаем, видимо. И вот эту горячую-горячую смесь мы добавляем в наш соус. И перемешиваем хорошенько. И оставляем. Еще на полчаса получается. До момента, как у нас будет готова... Смешай, пожалуйста, вверху. До момента, как у нас будет уже готова к тому, чтобы ее жарить печенка. Сейчас у нас уже готова заправка. То есть она стоит, напитывается, все пропитывается, да, лучок пропитывается. Мясо маринуется. Мясо маринуется, лучок пропитывается. Мы можем пока все это отставить и приступить к основному блюду. Нам готовится очень просто, очень быстро. Что нам нужно для основного блюда? Для основного блюда нам нужны спагетти, помидорчики черри, твердый сыр – это гюст пармезан. Обязательно твердый, потому что он солененький, он придаст тот самый приятный вкус. Нам еще понадобится оливковое масло, оно постоянно там будет фигурировать. Чесночок, сливочное масло, черный перчик, базилик. Тереть на мелкой терке сыр. В это же время мы ставим воду для наших спагетти. Пока закипает вода, мы сделаем следующее. Мы будем карамелизовать чеснок. Чеснок? В сливочном масле. В зависимости от количества помидорчиков черри, от двух-трех зубчиков до пяти. Я думаю, что на это количество черри нам хватит четырех зубчиков. Для чего они нужны? Сейчас в сливочное масло, которое будет растапливаться на сковородке, не на большом огне, мы положим эти зубчики чеснока, и чеснок отдаст свой запах. То есть такой вкусный, пряный запах. Но не даст вот этой вот остроты и неприятного послевкусия. Порой это неприятное послевкусие. И потом в эту смесь мы вытаскиваем зубчики чеснока и закидываем туда наши помидорчики черри. Все, и оставляем на небольшом огне, тоже на среднем. пока кожица на них не полопается. Это мы тоже увидим. И они впитают вот эту вот жидкость, которая у нас получилась. Мы их уже сняли с огня, наши помидорчики, и теперь мы их щедро посыпаем базиликом. То есть очень щедро. У нас уже завершающая часть. Закидываем. Супер. Выливаем оливковым маслом. Прошел час. У нас все уже готово практически. Надо разобрать салатные листья, уложить их красиво на тарелку. Мы укладываем их на тарелку таким образом, чтобы получился такой коврик. То есть давай вдвоем это будем делать. Мы украсили тарелочку нашу, подготовили для печенки. Теперь мы сливаем нашу печеночку. Молоко выливаем, сливаем, и закидываем ее на сковородку. Мы выкладываем нашу печеночку на салатные листья. Аккуратненько вот так выкладываем. Печенку мы поливаем заправочкой. Вот. И высыпаем наши орешки. Тоже очень вкусно, когда они попадаются в большом количестве. Ну что ж, на этом наша вкусная история подходит к концу. Для вас, дорогие зрители, для нас все самое вкусное только начинается. Если вы хотите поучаствовать в нашей программе, то звоните по телефону, указанному на экране. Я напомню, что с нами была Мирта Велес, дизайнер женского белья. И именно она поделилась этим замечательным рецептом. Всем спасибо, Анна. Приятного аппетита. Приятного аппетита. До встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова